Никита Михалков пообщался с тверскими журналистами. В ходе пресс-конференции актёру и режиссёру задавали самые разные вопросы, хотя, конечно, в первую очередь о нынешней внешнеполитической ситуации, о том, когда отечественный кинематограф всерьёз обратится к теме ситуации на Донбассе. Известный актёр и режиссёр пришёл на общение с прессой в бейсболке с логотипом своей программы «Бесогон-ТВ». Проекта, который с самого появления вызывает неоднозначную реакцию у представителей общественности и прессы. Между тем, Никита Михалков отметил, он говорит то, что думает, и никакого редактора над ним нет. Мы никогда не пускали рекламу, мы никогда не брали денег ни с каналов, ни с государства, мы делаем всё за свой счёт. И это даёт очень внутреннюю большую свободу. Я говорю о том, что меня волнует, интересует, и выясняется, что это интересует ни одного меня. Конечно же, в ходе общения не смогли журналисты обойти нынешнюю внешнеполитическую ситуацию. Например, почему уже девятый год идёт война на Донбассе, а фильмов на эту тематику раз-два дообчёлся. По мнению Никиты Михалкова, наверное, должно пройти время. Лицом к лицу лица не увязать большой вид на расстоянии. Я просто думаю, что это настолько животрепещущая и кровавая тема, что вот лично я, наверное, достаточно много знаю, я бы опасался сейчас браться. С началом специальной военной операции на Украине Россию покинул целый ряд известных актёров, музыкантов, журналистов. Тверскую прессу интересовало мнение Михалкова, не станут ли они формировать общественное мнение за рубежом о нашей стране. И вообще, можно ли сравнивать их отъезд со знаменитым философским пароходом. В 20-х годах на философском пароходе уехал цвет русской культуры. Уехал, потому что им не дали здесь жить. Вы мне назовёте там уехавшего Бунина, Шмелёва, Рахманинова? Назовёте там среди них? Есть кто-нибудь такой? Вот всё. Те люди, которые уехали, их никто не гнал. Тверская область известна тем, что сюда очень любят приезжать съёмочные группы. Регион и расположен рядом со столицами, и здесь много провинциальной фактуры. Однако во всех случаях, к досаде и недоумению местных жителей, города Верхней Волжи фигурируют под вымышленными именами. Не стоит ли нашим режиссёрам брать пример с американских коллег, у которых Хьюстон — это Хьюстон, а Чикаго — это Чикаго. Ну вот в нашей Твери много, вы знаете, картин, но она ни разу там не Тверь. Ни разу, даже на митом сериале «Кодетство». Некий город, хотя все видишь, но не Тверь. Ну, глупость, ну чё, боже. Мне жалко, я не понимаю, почему это. Я бы назвал Тверью. Вот в этом случае американцы молодцы, а мы подкачали. А ещё Никита Сергеевич признался, что очень любит нашу область. И как-то даже купался в Тверце. Так что жителям того же Торжка не стоит удивляться, если в погожий летний день из воды выйдет сам Никита Сергеевич. Да ещё и скажет при этом своё знаменитое. Боже. Хе-хе-хе-хе.